Жителям треснувшего дома в Держинске все-таки разрешили забрать свои вещи. ЧП, я напомню, произошло 14 января. Жители проснулись рано утром от сильного треска, трещали стены. Всех срочно эвакуировали, люди даже вещи собрать не успели. Для временного проживания людям предоставлен санаторий. В дом заходить никому не разрешается, но вчера выездная комиссия приняла решение все-таки открыть днем в светлое время суток доступ в дом для жителей, чтобы они могли забрать свои вещи. И вот сегодня наша съемочная группа вместе с ними побывала в этом доме на улице Буденного. Трещины сами, вон видите какие. Идут у нас и в квартире, там тоже трещина пошла. Вон видите, как поехали обои, все развивались, вон трещина. Как он стал, видать, съезжать. Треск был ужасный. Естественно, выбежали сразу на улицу. Без всего, без одежды. Ладно, хоть разрешили забрать. Каждому хочется забрать. Чего люди без всего остались. В сопровождении, соответственно, сотрудников МВД, спасательной службы и управляющей компанией. Подготовлен, составлен график. В соответствии с данным графиком люди имеют право зайти и вынести личное некрупногабаритное имущество. Ну, тяжело вносить. Приходит газель нанимать. Очень большая, жильцов много. Все хотят забрать. Пускай не всех организованных, не много людей. Вот, по две квартиры. Чтоб толку не создавать. Чтоб людей меньше туда заходило. Чтоб контролировать можно было. Ну, вообще разговор был забрать самые ценные вещи. Пока невыносимые вещи, типа мебель, не трогать. Ну, люди пользуются моментом. Неслушно могут. Все свои вещи, всю одежду, всю технику, микроволновки, постель. Сказали, что приезжайте, приехали, посмотрели, очередь заняли. Очень медленно. Считать, что 8 часов подъехали. Люди стараются вывезти все по максимальному. Я сегодня с ночной сменой приехал сюда. Как бы вот что сейчас своей очереди, чтобы хотя бы забрать что-то из вещей. Ну, как бы электроника, она там, холодильники, телевизоры, вот, это дело на этот, на наживной. Вот, ну, хотя бы вот что, сейчас зима, вот, будет весна, не за горами. Ходить в чем-то надо, то есть вещи тоже это дорогие. Что касается причин того, что дом треснул, так это ошибки, допущенные при строительстве и проектировании дома. Дом этот был построен в 70-х годах и относится к объектам так называемой штурмовщины. Это когда какой-либо объект стремились сдать какой-нибудь дате и штурмовали строительство. Более того, дома в Советском Союзе строились по типовым проектам и не всегда предусматривали карстовую защиту. По данным экспертов, и соседние дома также потенциально опасны. Дом номер 6 по улице Буденного, город Держинска. При визуальном обходе мы видим на нем трещину. Соответственно, необходимо указать на его близость к уже аварийному дому 6А. Есть потенциальная угроза, что 6 дом тоже будет подвержен просадке. Несущие стены дома могут потерять свои конструктивные особенности. Дом может быть признан аварийным. Дом номер 4 по улице Буденного в городе Держинска образовалась трещина. Она находится на уровне третьего и пятого этажей. Если трещина будет расширяться, то это приведет к разрушению несущих конструкций. И впоследствии дом просто разрушится. Ну, вроде тоже вот полдома, что ли, тут. Вон тот дом и вот этот. Разваливается. Вот так вот будет трещать. Не знаешь, куда бежать. Которая вот эта трещина, она же, наверное, свежая, которая на цементе прям. Я не замечала раньше, чтобы здесь что-то было. В старом городе там вообще увидели, чтобы там вообще все-все в трещину. Если говорить про данные дома, то это дома, которые были построены в середине 70-х и 80-х годов. Они все имеют типовую застройку. Фундамент не имеет никаких противокарствующих элементов. Начиная с 2010 года у нас утвержден свод правил, в котором все элементы борьбы против карста предусмотрены. Дзержинск стоит на платформе из известняков. Известняки вымываются водой. Движение воды непредсказуемо. Наш Дзержинск феноменально построен на песке. По-русски авось и, может быть, пронесет. Но вот видите, уже не проносит. Кстати, как сообщили нам в Дзержинской администрации, в ежедневном режиме сейчас ведется мониторинг не только треснувшего дома, но и соседних. Пока новые трещины на них не образуются. Судьба дома 6А по улице Буденного пока окончательно не решена, что с ним будет. Либо же он пойдет под сносы жителям, будут выделены новые квартиры, либо же будут какие-то предприняты меры по его реконструкции. Пока еще до конца не решено. Продолжение следует...